Весь Донецк сотрясло от взрыва. Зарево было видно за десятки километров. Били по городу, по территории химзавода. Сейчас добраться туда непросто. Донецк обстреливают и сейчас. Особенно место, куда упала ракета. Украинские военные пытаются замести следы. После взрыва образовалась земляная насыпь. Внутри воронка, а снаружи лес, дорога. Вот здесь все разбито и разорвано. Хотя взрывная волна частично пошла выше. Здесь все равно деревья просто скосило на уровне трех с половиной, наверное, примерно метров. Стволы, как спички, просто унесло. И вот они валяются здесь. Некоторые отнесло на десятки метров отсюда. К эпицентру взрыва приходится пробираться через завалы сломанных деревьев под грохот канонады. Идет снег, но огромная воронка абсолютно черная. Земля здесь еще не остыла. А общая площадь получается примерно какая? 70 на 30. Таких воронок я в Донецке еще не видел на его окраинах. Взрыв был огромной разрушительной силы. Воронка многометровой глубины. Вокруг на сотни метров все разрушено. И здесь пахнет гарью. Даже земля оплавилась. Вот этот черный цвет, это сгоревшая земля. Это еще повезло, что не прямо в жилой район попали. Но дома относительно недалеко отсюда. Если взрывной волной выбивало окна в 10 километрах отсюда, трудно себе представить, как чувствовали себя люди, которые находятся в непосредственной близости к эпицентру. Точка У упала в городской черте. На завод, который уже не работает, но трудно с первого взгляда определить, было ли на месте попадания какое-то здание. Осталась в любом случае только многометровая дыра. Прилетела лакета со стороны. Водяное? По направлению, да. Запад. Начало что-то гореть. Запад с севера взорвалось. Был гул. Потом была вспышка. Столб поднялся. Ребята говорили метров сто в высоту. Украинская сторона обстреляла этот завод. Знает, что здесь живут люди. Здесь первая и вторая площадка. Получив видео доказательства обстрела города мощнейшими боеприпасами, выезжаем. Но быстро уйти не получается. Вот мы в зоне обстрела. Колесо пробило, наверное, осколком. Вокруг все усыпано осколками. Из земли торчат остовы кассетных ураганов. Это просто уничтожает инфраструктуру. То же самое завод, то же самое шахта. Все бьют по таким узлы связи, все точки энергообеспечения, все разбитые. Просто бьют по точкам жизнеобеспечения. Удар точкой У, скорее всего, был очередной попыткой запугать жителей Донецка. И людям действительно страшно. После мощнейшего взрыва в километрах от эпицентра были ранены несколько человек. Это ранение от стекол, которое выбило взрывной волной. Взрыв такой невообразимой силы, что, сидя на диване, я, в общем-то, диван под мной зашатался, люстра тоже зашаталась. И мне трудно было представить, что происходит. По городу весь день бить не перестают. Ураганами и градами. Попадание в мост в Петровском районе Донецка. Здесь погибли сразу трое мирных жителей. Массированные удары вдоль всей линии фронта. Донецк, Горловка, Макеевка, десятки поселков на линии огня. Ах, хреть. Ах, хреть. Ах, хреть. Ах, хреть.